Я больше не желаю и не могу жить в системе. Современный мир – просто пародия на ту полноценную жизнь, которая должна быть у каждого человека. Моя душа пришла на эту планету 39 лет назад. Сегодня я человек, у которого жена, два сына и дочь. И я больше не желаю, не могу жить в системе. И я не хочу быть частью современной цивилизации. Человеку свойственно стремиться к знанию, развитию и счастью. Но эти три простые вещи, как воздух, необходимые каждому, невозможные в условиях мира, которым управляют социальные паразиты. Невозможным по многим причинам. Современный мир – просто пародия на ту полноценную жизнь, которая должна быть у каждого человека. У каждого из нас по праву рождения есть полный достаток воды, еды, любых ресурсов, одежды и, что самое главное, любви. Человек искусственно выдернут из естественной для него следы и загнан в иллюзорные рамки реальности, в которой он сам себе и надзиратель, и кнут. Мы живем в мире лживых СМИ. Понятие «родина» отсутствует или «лукаво» заменено на патриотизм и долг. Мы можем спокойно обсуждать гибель сотен человек в авиакатастрофе и не в состоянии помочь одному бомжу у метро. Подаешь милостыню, но таким образом ты лишь кормишь нищету. Участвуешь в боевых действиях. Так, безусловно, ты только продлеваешь жизнь в войне. Покупаешь бананы в магазине. Помогаешь людям, которые их выращивают, умирать от болезней и голода. Усердно ходишь годами на нелюбимую работу. Ну что ж, тебя подгоняет страх. И он растет, и впереди пенсия. Система устроена хитро. Любое действие человека, находящегося внутри нее, даже самое безобидное, или, как он думает, разумное и благое, поддерживает чудовища, царящих на этой планете. Нам насрать на будущее наших детей. Не согласен, но ведь, живя в городе, мы гадим в унитаз, а значит, лишаем своих детей чистой воды. Огромные мусорные свалки вокруг каждого города тоже являются частью вселенной. История насквозь лжива, наука продажна, медицина короче. А школа, мягко говоря, не ставит своей целью образование наших детей. Ты скажешь, я могу сделать этот мир лучше. С завтрашнего дня начинаю новую жизнь. Займусь благотворительностью. Или посажу дерево. Запишусь на йогу. Стану вегетарианцем. Получу второе образование. Пойду на курсы повышения квалификации. Или поменяю работу. Да вообще, уйду в отпуск. Буду больше общаться с родными. Отдам детей в лучшую школу. Ты обманываешь себя, если думаешь, что тебе сначала нужно заработать денег, поставить на ноги детей или позаботиться о родителях и лишь потом начинать жить. Все это тупики. Ловушки для разума. Все это обман. И это не только твоя ложь. Это системное вранье, которое как вирус запущено и размножено в головах миллиардов. Система сделала все, чтобы ты оставался обманутым, безответственным и несознательным. Если единицы управляют миллиардами, они это могут осуществить только путем обмана. Тебя как в бочку стекти мокунули в ложь, одели в яркие пенья эгоизма и самости. И вбили тебе в голову, что это и есть ты. И это и есть твой мир. Наберись смелости, чтобы смыть с себя все это дерьмо. Страшно? Лучше уж в грязи, чем голому. Может, кому-то и лучше. Но не тебе. Если понял, что все привычки и принципы, все точки зрения, которые ты считал своими, лишь навязанное тебе вранье. А можно ли вообще что-нибудь сделать? Как изменить эту серую реальность? Должна ли жизнь человека быть настолько тяжела? Должен ли он с самого зачатия быть погруженным в пучину страха, суеты, замызганных улиц, бетонных трущоб, несчастных стариков и брошенных детей? Должен ли прозябать свой век в вечной беготне между кроватью и работой, попытки набатрачить немного фантиков для обеспечения своего бренного тела? Можно, да можно сделать, если ты человек, значит, создан по образу и подобию Творца, а значит и сам Творец, и значит ты сам ежесекундно создаешь этот мир. Изменить ужасающую картину мира на планете можно лишь одним способом. Начав создавать нового себя, новую, свою лучшую жизнь. Сосредотачивая внутренний взор на будущем, намечая главные вехи своего жизненного пути, ты, человек, призываешь в свою жизнь желаемые события. Сегодня на нашей планете абсолютное большинство людей создают ужасный мир. В нем царят страсти, страхи, убийства, войны, насилие, голод и нищета. Это мир без будущего. А какой мир создаешь ты? Продолжая ходить на работу, на выборы, в магазин, существуя в квартирной клетке, отдавая своих детей школе и армии, ты ничего не меняешь. Что ж, если тебя устраивает текущее положение вещей на планете, удачи. Если же ты выбираешь для себя и своих детей иную жизнь, наполненную светом, добром, изобилием, радостью, творчеством и бытия, эта книга направит тебя, поддержит, вдохновит и наполнит уверенностью в своих силах. А лучший мир, он уже есть. Мир твоих грез существует. Он напоен солнечным светом и сверкающей родниковой водой, наполнен шумом листвы, песней дождя, тишиной, творчеством, изобилием, добром, радостью, процветанием и любовью. Просто ты отказался от него, а он от тебя нет. И все, что нужно сделать, это остановиться, открыть окна в твоем запыленном сознании, понять, что вся твоя предыдущая жизнь – это лишь дурной сон. И в пробуждении от этого сна и есть смысл бытия. И не важно, сколько тебе лет, каково образование, пол, семейное и финансовое положение, политические, национальные или кулинарные предпочтения. Важно, что ты, взявший в руки эту книгу, понял невозможность своего дальнейшего существования в системе. Осознал, что ни за какие деньги не купишь в городе хорошей еды, воды, воздуха. Что никакая зарплата не гарантирует тебе счастья, здоровья, безопасности, добрых соседей и интересных собеседников и надежных друзей. Просто тебе пока еще не хватает решимости пойти за своей мечтой. Но мир меняется. Пространство уже оплодотворено идеями биосферных поселений, как способа здоровой и гармоничной жизни человека. Однако процесс роста и развития этой идеи находится в самом начале. Нам так не хватает знания наших предков, как строить, выращивать, благоустраивать. Нам не хватает современного позитивного опыта создания устойчивых поселений и сообществ. Нас, пробуждающихся, на самом деле еще так мало. Всего 0,2% жителей планеты стремятся сегодня к жизни в гармонии с природой. А ведь это так просто и естественно. Птица строит гнездо за два дня, мышь роет норку за ночь. Мужчина-глава рода может естественно и просто построить дом для своей семьи за одно лето. А ты готов отдать 20 лет своей жизни, выплачивая кредит за бетонную коробку? А готов ли ты стать свободным? Есть ли выбор? Реально ли уехать из города и начать жить в природе? Как обеспечить свою семью всем необходимым? С чего начать? Наняться на работу или уволиться? Искать единомышленников, деньги или землю? Куда податься? На деревню к дедушке? В уединенное поместье или в это поселение? Как выйти из строя и начать просто жить, радуясь каждому мгновению? Творить, а не работать? Созидать во благо, а не производить за деньги? Ответы на все эти вопросы ты найдешь в конопляной книге, тотальный дауншифтинг или полный апгрейд. Это послание не призыв к революции. Прочитав и признав все сказанное в книге, ты не должен начать бороться с системой или противостоять цивилизации, поскольку подобные действия обречены на провал. Войны ради мира быть не может. Конопляная книга – это живой рассказ о семье, которая, следуя велению своих сердец, уехала из города в тайгу, начав абсолютно новую жизнь. Жизнь в гармонии, изобилии, благосостоянии и любви. И задача книги – пробудить твою родовую память, помочь тебе увидеть твою сегодняшнюю жизнь и все ее кошмары со стороны, и все ее неправды и ужасы, так, чтобы проснулось твое осознание, защемило сердце и очень захотелось вернуться домой. В единство природы и мироздания. В книге мы не рассказываем о том, как убежать от системы. Мы говорим о том, как принять волевое решение и выйти из нее. И это твое право. Просто открыть дверь в любой момент и вернуться домой. Здесь и сейчас просто проснись, выйди из грязного города, сделай первый вдох, стань собой. Вечной, всемогущей сущностью, которая пришла в этот мир лишь для одного – для радости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова